большинство делает упор как приготовить вкусный шашлык я вас понимаю и предлагаю еще больше как приготовить вкусный и здоровый шашлык одновременно грань очень тонкая и шашлык может как приносить так и уносить здоровье если вы не знаете всей системы а именно как правильно выбрать мясо под шашлык и для своего уровня здоровья как правильно замариновать выбранное вами мясо опять-таки с пользой для вашего здоровья как выбрать как правильно готовить шашлык какие условиях это безопасно происходит когда его правильно употребить чем ошибка на любом этапе делает вкусный шашлык не просто вредным для здоровья опасным для жизни в этом видео вы узнаете начало основу системы незнание которой нарушает все остальное как правильно выбрать мясо под шашлык зависимости от вашего пола возраста уровня здоровья если вы женщина в возрасте до 35-40 лет без явных признаков гормональных нарушений либо подросток не склонны к тошноте либо изжоги вы самый лучший компаньон для пикника вы способны при хорошей работе пищеварительной системе безопасно использовать для здоровья усвоить любой вид мясо в шашлыке но только вы с пользой для здоровья можете использовать говядину либо баранину в этих видах мясо содержится достаточно такой опасный и сложный в обмене веществ холестерин который подросток легко использовать для своего роста и развития а сосуды женщины в возрасте до 35-40 лет защищены женскими гормонами если их уровень конечно не изменен если же у вас нет склонности к облысению при личном состоянии находится суставы не хрустят не болят нет явления артроза либо остеохондроза хорошо работают почки там нет воспалительного процесса явного солевого диатеза мочекаменной болезни нет склонности к подавре то вы можете использовать пожалуй самые распространенные виды мяса под шашлык это телятину и ягнятину чем они отличаются от предыдущих видов мяса в них нет вот этого самого опасного холестерина то есть сосуды будут в спокойном состоянии безопасности но обмен веществ идет более интенсивно почему я и ограничил сразу целой группой состояний заболеваний где не стоит использовать телятину либо ягнятину без правильной предварительной подготовки здесь важно просмотреть мое видео как мариновать мясо чтобы сделать телятину и ягнятину безопаснее для вашего организма чтобы не произошло после шашлыка обострение мастопатии у женщин кибромиомы мужчин не напомнили себе простата простатитом либо аденомой либо вы переходите на другой уровень вы используете еще более безопасный вид мяса это свинина скорость обмена веществ свинине идет медленнее чем в телятине и говядине поэтому нагрузка на выделительную систему на почки на суставы будет меньше все вышеперечисленные проблемы не будут вас тревожить но свинина безусловно должна быть постный потому что даже постная свинина содержит 20 процентов жира холестерин правда значительно безопаснее чем тот который находится в говядине и баранине но он все-таки там есть здесь важный момент не только как мариновать мясо как мариновать правильно свинину вы в каких условиях его правильно готовить чтобы не сделать шашлык опасным и вредным для здоровья или вы переходите на следующий уровень еще более безопасный источник мяса используйте для шашлыка это птица птица обмен веществ идет еще менее интенсивно белковых токсинов еще меньше поэтому это еще более безопасное для организма мясо холестерин от него тоже можно избавиться тут важно правильно подготовить мясо об этом я скажу в следующем своем видео а вы если хотите еще использовать более безопасную ситуацию для себя это рыба в рыбе обмен веществ еще более медленно идет то есть нагрузка на выделительную систему меньше переваривается рыба лучше чем птица примерно так же как свинина то есть сила пищеварительной системы не будет иметь решающего значения переваривание этого вида шашлыка и соответственно польза для здоровья будет от такого шашлыка выше я не сознательно не сделал акцент на качестве любого вида мяса я понимаю что мясо вы выбираете для себя поэтому но обязательно должно быть качественным не протухшим то есть эта ситуация как бы даже не оговаривается если вам нужно узнать как выбрать правильно свежие не свежие посмотрите другие видео такие видео есть на других каналах ю тубе а пока вы выбираете себе компанию под пикник по полу возрасту по степени волосения по способности перемещаться в окружающей среде без боли в суставах с отеками или нет под глазами я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете ставить или не ставить лайк на это видео я подумаю что еще написать на тему вашего здоровья и активного долголетия для вас до новых встреч на моем канале